Постепенно Версус начинает возвращаться на рэп-арену. Особенно после второго сезона все ждут реинкарнации проекта и любимой фразы ресторатора в привычном формате. Это Версус Баттл, пошумим, блядь! Честно говоря, я не представлял, что нужно сделать, чтобы подогреть публику перед новым сезоном. Ведь межсезонье даже со своей звездностью не способно вызвать интереса, и тут свершилось чудо. Но из МС побил Юрия Хованского. Возможно, по заказу Кристины Си. Помолчим, блядь. По значимости и по уровню шумихи это бомба. Даже проскальзывает мысль, что Версус превращается в бойцовский клуб. Тем самым это событие занимает почетное топ-1 2014 года. Новая песня Nois M.C. Говно. Это была новая песня Nois M.C., как, впрочем, любая песня Nois M.C. Все начиналось еще давным-давно, когда Хованский в своем блоге в привычном для себя стиле решился подстебать Нойза. Ведь черный пиар никто не отменял. Напомню, до этого он также оскорблял публично Цоя, Горшка, Емельяненко и других не менее звездных людей. Что, естественно, вызывало ботферт у фанатов и прибавляло рейтинга Хованычу. Конечно, такой личности нужно постоянно подогревать публику. И поэтому были сфабрикованы и другие видео с якобы драками Хованского и Стаса Борецкого или Хованского и Андрея Нефедова. На этот раз все было реально и вышло гораздо серьезнее. И, как пишет Илья Мэдисон, Хован еще не впервой получает лещей за свои слова. Поэтому это привычное дело и ничего особенного не произошло. Конечно же, многие блогеры-ненавистники, такие как Руслан Усачев, Данила Поперечный или Дмитрий Ларин, сразу же решили подхватить новость и начали рассуждать о правильности или неправильности этой драки. Шумниха дошла до того, что самый справедливый телеканал России РЕН-ТВ также провел свою аналитику того злополучного дня. Конфликт, как выяснилось, незревал уже давно, причем инициатором его, по некоторым данным, стал именно Хованский, который уже не раз заявлял о том, что как певец Нойз МС ровным счетом из себя ничего не представляет. После того, как произошла потасовка и Нойз якобы ушел с этого мероприятия, Хованский тут же начал раздувать тему того, что Ивана охраняли и тот сцикливый петух, так как бил из-под тишка. Некоторое время публике это даже понравилось, но оказалось, что Нойз никуда не уезжал и остался на батле, после чего подошел и ударил Хованского еще раз, уже предупредив на этот раз, конечно же. После этого было несколько потасовок, но мероприятие состоялось, на котором уже подогретые участники с нашим любимым статиком решили также сделать пиар-ход, и в роли рэпера, которому нужно было поднять рейтинг, оказался Драго. Драго! Драго! Versus Battle межсезонья закончился тем, что в сеть попала информация о том, что Димаста побил во время батла Галата. Ждем официальной информации и видео подтверждения всех событий. Надеемся, что ресторатор не зажмет этот трэш, как это было с выступлением СД. Ждите новые выпуски, это будет незабываемо. Скоро пошумим! Давненько не было слышно новостей от Тимати, и сегодня тот самый день, когда после просмотра видео Блэк Стара с небольшим сомнением, но можно поставить лайк. Первое, что попалось в глаза и дико удивило, это Вера Брежнева, которая в клипе исполняла роль вульгарной девушки, готовой переспать с таксистом чеченской национальности. Основная мысль этого клипа заключается в том, что все в нашем мире продается. В принципе, к этому не докопаться, тем более, когда присутствует такой хитовый припев. Роль таксиста для Тимати очень подходит. Жаль, что у него с самого детства было слишком много денег, и он не смог, зарабатывая себе на хлеб, насладиться развозом пьяных сосок по ночной Москве. Что он, собственно, назвал тебя частью, прости, это цитата, петушиной обоймы. Ты на это как отреагировал? Я хотел просто, когда он это все вылил, высказал, я сказал, господи, Тима, откуда ты этому понабрался? Этому жаргону? Вот эти все попутал берега. Какие берега? Вторая часть на удивление поразила, наверное, не только меня одного. По сюжету таксист Тимати встречает второго Тимати, но уже более брутального и злого. После чего альтер-эго начинает рассказывать всю грязь мегаполиса, о котором он якобы знает все. Злобно рифмуя умные слова квадратами, он замолвил интересную фразу, которую, выдрав из контекста, многие трактуют по-разному. Лондонский бездельник, лондонский бездельник. Большинство почитателей Оксимирона сразу приняли фразу, связанную с Лондоном, загон на их кумира, несмотря на то, что перед этим было упомянуто Кремлевский бой. Некоторые комментаторы предложили, что тем самым Тимати пытается впрячься за Эллана, который год назад слился с батла против Мирона, а сейчас, когда шок вызывает Оксимирона, тот сливается. Вызывал на батл Элл Ванна? Вызывал! Ну, какая причина была вызывать Элл Ванна на батл? Хайп! Понятно, хайп! Приходи на батл не один, приходи на батл со всей своей версической петушакей! Вот теперь, женок, ты можешь меня и горить! Эта версия абсурдна и переполнена ахинеей, ведь если вслушаться, то сразу становится понятно, что вторая часть была направлена на отца поп-эстрады Филиппа, которого два года назад команда во главе с Тимати смогла унизить, и на этом неплохо пропиариться. Неужели Тимати всерьез вызывает Киркорова на батл? Мегаполис искушений любит панты, весь вопрос в тон, готов ли к батлу ты? Ведь за каждый ход придется отвечать, а в один день актива вдруг может не стать. Ice Bucket Challenge акция, направленная в поддержку больных боковым амиотропическим склерозом, набирает обороты, которая так же, как в свое время Харлем Шейк, не обошла стороной и многих русскоязычных рэперов. В благотворительной акции успели принять участие такие рэперы, как Ермак, Макс Корш, Танир, Кайра, Типси Тип, Грязный Луи и, конечно же, Паша Техник. Привет всем, это группа-контейнер Паша Техник. Принимаю вызов или эстафету от Грязного Луи, братишка. Ау-е, жизнь ворам, хуй мусорам, ебаная жизнь. Ice Bucket in the house, блядь. Йоу-йоу-йоу. Специально для вас, нахуй. Этот, блядь, Ice Bucket Challenge. Раскол, кальмар, гуф. Принимайте вызов. Ебаная в рот, блядь. Поехали, нахуй. Осталось Ice Bucket, бэйб. Ice Bucket, бэйба. Ice Bucket, бэйба. Надеюсь, деньги от благотворительности дошли до адресата и рэперы хотя бы чем-то смогли помочь людям. На этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео, а свои работы присылайте к нам на гугл-почту. До пятницы! Футбольщик, мальчики походят на качков, На мишки, надо пихать на улицу, Частотулишься, трапеция норм, Отработан спарринг из ботанола, Да, ой, на лицо, на лицо, Помят, шпал, молодость, не старость, Кулаки под колодец, не пристают, Восходы, дети, люди, короли, Все клубы, бары, я знаю, Ждать в ряд, рядом с братом, И ни шагу назад, победа и смерть, Эти слова далека, Что ты скажешь им, что ты скажешь нам, Что ты скажешь им, что ты скажешь нам. Ненавижу ваш рэп, ваш трек, ваш текст, Мягкий как паштет, Омми, это наш век, каждый лошпед, Осознает, что у него продаж нет, Я хейтер, я ненавижу ваш рэп, Ваш флоу, ваш оп, Неважно за что, По уме это наш год, До тебя дошло, Оксимироны, оптикраша, Ваш флоу.